Сегодня на радиоволнах зазвучало новое радио, Таванрадио или родное радио национальной телерадиокомпании. Заработало оно пока в тестовом вещании на 100.3 FM. Новая радиостанция вышла на старт после того, как чуть больше года назад национальная телерадиокомпания выиграла федеральный конкурс на право вещания. О том, каким будет родное радио, далее в телерепортаже. Сегодня в 15.00 на 100.3 FM дан старт Таванрадио. Радиостанция в тестовом вещании, так что на этом этапе можно выдохнуть. Комментирует технический директор национальной телерадиокомпании Николай Хлебников. Полет на радиоволнах проходит нормально, не все так гладко, но на то оно и тестовое вещание, что по ходу идет техническая наладка. Радиостанция новая, еще работать и работать в плане наращивания мощностей. Выходы в прямой эфир, что самое сложное на радиостанции, выйти в прямой эфир. Серьезные испытания уже завтра. В эфире заявлена прямая трансляция послания главы Чувашии Государственному Совету Республики. А сегодня в эфире звучат музыкальные композиции на русском и чувашском языках. Подбирать контент музыкальный редактор Таванрадио Надежда Андреева вместе со своими коллегами начала несколько месяцев назад. А сказывает, искали качественные произведения. Было непросто. В наш эфир попадает только качественная музыка. Музыка проходит отбор по каким критериям? Техническая часть, содержательная часть. Все это нами было отслушано. Помимо музыкальных композиций в будущем появятся новости на чувашском и русском языках. Просветительские и развлекательные программы. Наша радиостанция – это радиостанция с 100% своим вещанием, где будут представлены популярные программы национального радио. Очень востребованный контент – это современная популярная чувашская музыка. Все это будет представлено на волне нашей радиостанции. Подключайтесь, я думаю, вам это понравится. Таванрадио расширит охват вещания национального радио. Слушать программы национального, вещающего на волнах 105FM, возможно лишь в районах республики. Таванрадио покроет города Чебоксары и Новочебоксарск, где сосредоточено 47% жителей республики. Планируется, что радио заработает полноценно в январе следующего года.